давайте посмотрим все на меня что со мной не так что со мной не так но помимо всего прочего мне нужно подстрижься поэтому сегодня мы поедем в парикмахерскую которая работает популярном сейчас формате экспресс стрижки да и посмотрим как это работает как бизнес и как собственно для клиентов как это выглядит что они получают какую услугу то есть я планирую подстрижься заведение называется экспресс-стрижка да андрей это у нас франшиза продают франшизу соответственно сколько они уже на рынке как экспресс-стрижка не на рынке почти два года полтора года до этого у них по формат и остается формат полноценных салонов красоты с парикмахерскими по другим названием видимо другим названием они работают но как в процессе работы полноценного салона собственница ирина увидела что есть возможность куда развиваться есть возможность оказывать дополнительную услугу есть потребность том что часть людей вот просто-напросто три-четыре больше недель ходят и понимают что им надо ровно 15 минут чтобы привести себя в порядок очень правильное направление я сам ненавижу стрижься потому что это занимает много времени занимает много времени хотя казалось бы в любом случае полчасика можно найти но и полчаса много да получается а здесь формат 15 минут не более по сути своей дат получается на человека 15 минут единая цена на все стрижки не имеет значения вот такая длина под насадку вам надо просто челочку постричь вы платите 30 гривен стрижка занимает у вас в среднем 15 минут и в основном 15 минут то есть это по сути в два раза быстрее чем в обычной парикмахерской в обычной парикмахерской еще время занимает на то что если ты еще хочешь постричься тебе надо подождать пока другие клиенты покрасятся сделают укладки у вас только стрижка здесь только стрижка да основное что как бы хочет человек получить их для того чтобы он хорошо выглядел это стрижка то есть мы экономим на всем на администраторе но единственно вот у нас есть security но в принципе андрей кривонос но в принципе то есть у нас только мастера из работают правильно да да здесь работают только мастера есть человек ответственный который находится на роботы заменили уже человека они помогают я не все-таки так давайте здесь основной упор на скорость и так я обзавелся 30 гривенами эта стоимость одной стрижки прокол шайдинер наделать сегодня не буду сухая мойка это нет не буду сухая мойка это у нас обязательно то есть я так понял стрижка она не включает никакие виды мойки да так коррекция бровей понятно плетение косичек тоже так понимаю одна из ваших новых услуг проходите пожалуйста да я сейчас да я же вас клиент имею право других отгонять так давай снимаем как я буду вставьте купюру купюра прием а значит сначала мы нажимаем оплатить стрижку теперь что теперь можно вносить на вносить уже так загорается зеленый видите это зеленый и вставляем красную сначала купюру так и у нас идет обработка оба он узнал ну давай 30 гривен все возьмите чек теперь чек вылез мы берем чек талон на стрижку сфокусирован талон на стрижку счастливый обладатель талона для того чтобы стать действительно экспрессом нужно было брать лишние составляющие части да которые занимают время которые занимают возможности оказывать услугу по месту клиента что самое сложное в стрижке это мойка головы потому что к мойке со стороны бизнеса нужно привести воду нужно дополнительное разрешение поэтому как это не странно звучит все таки экспресс стрижка заключается в том что вы должны приди с помытой головой я помыл я помыл ну значит все идем мы все помытые это было как испытание я делала какие процессы тормозят это время я видела чего чего еще нужно как бы технологически то есть я свой технический отдел дала им задачу чтобы они вот освоили как лучше ну естественно люди начали рыть интернет вот мы там наскочили пару форматов в азии это все создавалось это же не не так что мы вот сели проснулись и вот решили это время на это уходило там думали так и так делали рабочие места переделывали их искали решение для уборки рабочего места решали как это будет по масштабу ставили рабочие места смотрели чтобы друг другу мастера не мешали почему мы умельчили свое рабочее место потому что здесь делается только услуга стрижка вот и смысла нету делать больше территорию вот шесть метров на одно да это ну вообще это в принципе много я нормы санитарные не пересматривались на самом деле с 91 года их уже давно надо пересмотреть цены на аренды очень большие столько места не надо в априори мастеру вот я имея столько салона я могу сказать что он просто не на вот вам то он смотрите посмотрите я 30 гривен заплатил ну рассказывайте да ладно ладно извините не отвлекалась вообще не так понимаю учитывая формат ну экспресс-стрижки не болтаете с клиентами да если хочет вот такой говорили вы как я то есть в принципе можете поддержать беседу ну потому что часто такое бывает да наверное приходит хочется сразу за жизнь поговорить семья политика запрещено говорить про политику в чем именно достигается скорость да вот это увеличение точнее скорости потому что новые в принципе же делаете все тоже стрижете виски стрижете там у меня знаю машинкой стрижете ножницами почему увеличение скорости ну почти в два раза мы не укладываем то есть вы просто исключили это и только за счет этого то есть сам процесс непосредственно стрижки он при этом не пострадал тот же самый процесс простой обычный парикмахер просто вы не моете голову а если клиент к вам приходит с грязной головы ну мы просим чтобы он перемыл или используем сейчас сухую муку а как делается сухая муечка обработается специально спрей потом сушится феном или чувствуется просто расчесочка убирается грязь сколько в день у вас в смену клиентов в среднем 20 среднем 20 разоза за день да ну получается за смену но это много как это больше чем обычно в обычной парикмахерской ну реально тяжело тяжело их надо вдохновлять их надо проводить тренинги в обучающий центр есть в котором они помимо того что повышает свою квалификацию именно в плане парикмахерского отсутствия они еще проходят психологические всякие тренинги общение с психологом у них всегда есть то есть мы за своим коллективом да и относимся к нему с любовью и уважением это у нас зарабатывают деньги руки мастера а над мастером надо работать я так понимаю вы же до этого где-то были ирина сказала что два года практики должно быть человека хотя бы чтобы здесь работать за счет вот этого потока получается больше у вас заработок многие чаевые оставляют ну вот если честно так у нас люди жадничают или нет стране кризис кризис меньше да понятно и так целых 30 гривен стоит да вот и какая цена не повышалась вот после изменения курса всех этих моментов комфортные прибыльные условия работы точки это 100 человек 100 человек в день то есть если 100 человек в день приходит . действительно будет приносить хорошие деньги фанчизия и отсюда мы теперь понимаем почему станции метро почему транспортные развязки никаких спальных районов никаких дело в том что в спальном районе при меньшей загрузке точки достаточно обычная парикмахерская которая и так будет существовать теми технологиями которые мы есть в спальном районе человеку стричься или 15 минут или 40 минут на самом деле все равно он все равно вышел там погулять собачкой заранее договорился со своим парикмахером и спокойно постригся то есть очень специализированы и по месту и по формату получается только трафиковые места другие просто не рассматриваются так понимаю даже да нет смысла говорить нет смысла тогда тогда это не экспресс-стрижка тогда смысл в экспрессе нет особо абсолютно здесь люди бегут подстриглись по сути такой fast food в салонном бизнесе скажем так у вас я так видел еще есть услуга плетение косичек и что еще из такого нестандартного скажу так а и коррекция бровей но это я так понимаю в основном для девушек сюда для женщин или мужчины тоже заказывали а коррекцию бровей что такое коррекция бровей это выщипываете брови рисуете просто он уходит без бровей но но красивыми на форму бровей я вас понял вот кому из мужчин нужна была коррекция бровей это брежнева окей тогда со стороны консультанта человек который участвовал в разработке франшизы в запуске давить вероятно этой сети сама концепция она удалось удалось да вот то что видно на самой улице да вот сама . это вершина айсберга потому что действительно у многих людей сложилось там подвал из где-то еще да вот где-то так-то подвал там дополнительные мастера выбегают и достригают чтобы успеть до 15 минут как раз с точки зрения бизнеса очень много простейших элементов которые собраны вместе и за счет этого появилась возможность быстро стричь наверное отображением такой ситуации есть то что очень много пиратов пиратов реально много которые копируют самую главную вещь как они считают главнейшую вещь организации экспресс-стрижки это цена 30 гривен то есть у них последователи много 100 последователей любители купюры в 30 гривен стало очень много вот они вот все ломанулись делая что угодно главное чтобы сделать цену 30 гривен они подумали что в этом фишка заведения а наоборот как раз цена вот здесь не не является основным элементом часть людей идет в экспресс-стрижку потому что дешево часть людей идет потому что быстро но в принципе она пересперись и не премиальный сегмент понятно то есть это в общем то рассчитано на очень массового клиента да да именно поэтому трасса трассе гривен сейчас это по сути два с половиной доллара всего лишь но это если мы утренний курс не читали да мы не знаем что вот прямо на сейчас вот где-то так 22 два с половиной доллара и соответственно сегмент очень масса что стандартная стрижка в европе до самое там наверно просто это порядка 10 там евро да ну такая без изысков просто тебя подровнять грубо говоря 10 евро вот а вот как раз в бизнесе здесь вопрос лежит в том что специально сделано оборудование специально расставлены шкафчики мастера специально обучены вот именно на максимально быструю скоростную стрижку то есть это не просто мастер который будет там два часа разгугольствовать вам рассказывать анекдоты вы ему и так далее должен быть максимально заточен на стрижку вот в тот хроменометраж 15 минут оборудование те же пылесосы это не просто веничек которым потом скрести оно должно максимально все убираться вот в те там считанные минуты между одним и вторым клиентом и соответственно раз такой большой поток надо предполагать что веником бабушка не просто не справится и через какое-то время стрижка которая взяла для себя в углу угла 30 гривен но при этом другого ничего не сделал она просто будет грязь не будут успевать делать вовремя быстро и так далее ну и кроме того раз воды нету то соответственно вопрос санитарии и в точках где не обеспечена правильная дезинфекция оборудования об экспресс стрижки специальный аппарат у каждого мастера дезинфекцию то соответственно вопрос а выживет ли человек через несколько стрижек там лишние да вот кстати нигде не встречал это именно от ваша да и так понимаю ноу-хау что ли да инновация вы до этого работали где в каком обычном салоне или какого-то там может быть парикмахерская да но вот вот как бы по сравнению с тем что это было круче круче подбирать вот к самому интересному к инвестициям сколько нужно иметь денег потенциального партнера для открытия но самое маленькое ну и самой большой точки ну самой маленькой да и место на три рабочих места значит есть просто такое оборудование которое покупается в долларах от поставщики вот только в долларах поэтому это 3 800 долларов вот там это оборудование будет и 50 тысяч гривен все 3 800 плюс 50 тысяч гривен да да и помимо этого там есть еще аренда арендная плата ну может расходы брокера который найдет это помещение ну и может быть какой-то ремонт воды не нужно только электричество есть кулер вот это уже входит в эту ситуацию давайте скажем о том что мойки нет у вас нет мойки головы нету есть сухая мойка да это у нас ноу-хау сейчас сухая мойка головы но окупаемость вот в нынешние времена так тяжело прям говорить потому что если раньше это было 3-4 месяца окупаемости то сейчас это там полгода но все равно неплохо в принципе полгода до года да так ну да да отлично вы знаете сколько волос на тех на человеке на голове нет нет по-моему 200 тысяч очень много да но это много достаточно если начать все заберет класс спасибо вам большое кирина теперь я постриженный довольны и после этого все могу уматывать отсюда оценивали да я 20 вернусь мы хотим развиваться вообще не только в украине но что касается украины то это днепропетровский харьков то есть это регион номер один да 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 харьков был первый днепропетровск второй и соответственно вот очень нам как бы хотелось уже в сторону западной украины двигаться и хотим предложение сделать бросовая именно специальные условия для западных регионов да да так и что в чем заключается скидка на вступительный взнос и соответственно специальные условия продвижения именно торговой марки на западную украину на постоянных клиентах работаем то есть у нас нет такого что он пробежал все люди вот потоком они ходят с работы на работу естественно мы завоевали их сердца и они наши затем также общежития сколько студентов находится общежития это также и бизнес-центры человеку надо навстречу ему нужно хорошо выглядеть постричься пожалуйста вот рядом находится салон экспресс-стрижка просто вот культура все-таки мафов она у нас в украине очень да да доминирует это именно специфика нашей страны у нас очень развита культура мафов почему этим не воспользоваться люди люди любят людям это нравится да вы же ориентируетесь в основном на и только на большой трафик вашей поток поэтому это станции метро общественные остановки и так далее и соответственно там у нас в основном исторически сложилось что находится павильоны мафы тогда мы этим мы пользуемся компактный сдержанный интерьер но а место специально разработано так чтобы мастера друг другу не мешали мне вот андрей обморился тем что вы несмотря на то что есть стандарт для салона 12 или 14 метров вы как-то этот 6 6 метров до все-таки 12 это с чем-то на перепута может быть со стоматологии 6 метров но у вас все равно получается компактнее это все легально все это абсолютно ни одно с с ней подкопается нет мы все это обговаривали все это прописывали нам это все утвердили профессорами из института морзива общались все им понравилось они все оценили сделали исследование что это за институт институт морзива гигиены и санитарии институт гигиены и санитарии вот вот министерство здравоохранения средняя площадь одного средняя площадь на четыре рабочих места это 24 26 квадратов по сути только зал и вот небольшая подсобочка подсобное помещение это здесь находятся все зайдем туда посмотрим там же ничего надеюсь секретного только секретный замок зайдись посмотри что находится техническая часть там можно уже девочки в кафе вещи они оставляют свои верту лет и так понимаю тоже где-то снаружи здесь у нас на территории туалет находится недалеко буквально в 50 метров ну то есть всегда это должен должен вопрос вы порабатываться это обязательно вот это в на в нормах все прописано то есть туалет у нас находится в пределах 50 метров подсобное помещение кулер там столик до вещи девочки принимают пищу в столовой или в кафе вещи они оставляют также здесь шкафах а кстати давайте посмотрим эти шкафчики что-то у нас можно раскрыть секреты все никаких особых секретов в зимнее время можно там повесить пульту пуховик так ясно ваши маленькие шкафчики единственный шкафчик с ключом а почему гол гола очень ценная да моющее средство как склад должен быть с ключом понятно сумки с деньгами ладно понятно так а вот конструкция рабочего места давайте вот вкратце посмотрим пока у нас секунда тишины а что что за звук кстати в нем находится дезинфицирующее средство для замачивания инструмента то есть помимо того что ультразвук выбивает всю грязь с инструмента дезинфицирующее средство их дезинфицирует все-таки какая-то вода нужно но нет обязательно обязательно да да это в воде . это ультрафиолетовый бокс в котором находятся инструменты уже стерильные и они как бы находится до этого да да под стерильность ясно они здесь какое-то время лежать от стрижки к стрижке до у девочек несколько наборов инструментов то есть одними они работают одни в это время дезинфицируются ясно сейчас находимся на метро шулямская в киеве так мы практически во всех станциях метро на большинстве станции возле возле большинства станциями некоторые экспресс-трешки находится в районах типа близости нет метро но есть такой же такая же транспортная развязка ленинградская площадь проспект гарина прощаговка да эти районы указывают на то что люди которые приходят за услугой ориентируются на то что они подъехали получили услугу и поехали дальше в город туда куда и нужно сколько меня расстояние должно быть это видео сюда вообще может быть в пятидесяти метров это может два разных трафика на одной станции метро будет люди которые ходят в одну в одну сторону заходят метро а не в другой может вообще годами не быть на самом деле это трафик зависит от трафика не нужно там кого-то километра нет 50 метров но я имея образно говорю 50 метров то есть надо смотреть трафик за этим как бы я там слежу за всем и даю гарантию самим франчези в том же трафики не будут пересекать в каждой парикмальской должно быть так серьезно я пусть не замечал вроде нигде ультрафиолетовых он может они где-то прячет их я будем так говорить первое это не во всех даже парикмахерских соблюдаются санитарные должно быть мы и везде да у вас это четко за этим всем следим очень у нас поэтому очень серьезный подход так и все понятно фил машинка что нужно магнитофон для создания атмосферы вот это самая классная штука да я так понимаю вот этого то что нигде нету есть ну и не видел опять же такое есть везде да но у нас такого не часто встретишь скажем привыкли вот это самая в совочек и куда-то там ведерочка сделали компактным сделали быстро чтобы быстро убрать свое рабочее задача бог в этом с массовом сегменте понятно помимо того что это быстро стрижка еще быстро уборка рабочего места в принципе да куда волосы вообще улетают секрет фирмы сейчас мы обойдем павильон посмотрим там на дорогу все до все находится ну то есть это потом мы так понимаю выносится да не ну интересно же потому что человек должен понимать отсюда эти волосы потом что вы с ними делаете не продаете ли вообще с волосами можно что-то сделать удобрение нет не работает ничего ненужной по сути дать отросток хорошо так кондиционер обязательно во всех да ну и голпой смотрю в каждом заведении у вас тоже есть нашим видеонаблюдение кстати да и должно присутствовать до себя на контроль это работа управляющего контролировать сотрудников обозначены конечно у нас везде обозначено что у нас ведется видеонаблюдение движение обозначено нам даже нравится потом пересматривают конечно у них самовоспитание сразу срабатывает осанка поднимают осанка смотрит что-то там да какой-то дяденька ну понятно по сути все тут больше реально реально это все не к чему придраться